блин чё реально видео делать ну раз пообещал надо выполнять ладно за работу а всем привет с вами тимоха и вы смотрите долгожданный видео обзор всех мечей в роблоксе да сегодня мы поговорим про мечи которые попадают в категорию механизмов или как они называются по-английски жиры если вы смотрели третью часть самых редких вещей то уже наверное про них слышали и знаете то что все эти механизмы могут сломать игру поэтому почти во всех современных плейсах все эти приколы отключены но я вам про них не рассказывал не будет не столь интересными просто позади что умеет вот этот малыш давайте же уже скорее погрузимся в потрясающий мир мечей роблокса конечно заниматься коллекционированием вещей в роблоксе круто но еще круче коллекционировать различную военную технику в war thunder это бесплатный многопользовательский онлайн action в котором можно устраивать эпические сражения на самолетах наземной техники кораблях и вертолетах с другими игроками самое клевое что в war thunder постоянно добавляют что-то новое совсем недавно вышло крупное обновление небесные стражи в игре появились истребитель вертикального взлета як-141 зенитка панцирь c1 с кабиной как у камаза легендарный вертолет little bird а также первый war thunder корабли французского флота еще добавили живописную локацию перенеи для авиационных сражений а несколько карт для наземных боев получили зимние вариации так что залетай в игру прокачивайся открывай новое вооружение настраивай внешний вид своей боевой машины и побеждай причем хочу напомнить что скачать war thunder можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании по ней же все новые игроки и те кто не заходил war thunder полгода и больше получат полмиллиона серебра неделю арены легендарных немецких танков 3 премиумные машины в подарок навсегда бустер на прокачку и другие крутые бонусы но нужно поспешить забрать их так как сезон с такими подарками скоро закончится и наше путешествие мы начнем с ни за что не догадайтесь шадлецкого до того самого веселого паренька который был в куче моих предыдущих видосов для тех кто в танке шадлецкий это бывший креативный директор роблокса и один из самых знаменитых его разработчиков за всю свою карьеру он создал огромное количество плейсов и самый популярный из них это sword fights on the hate 4 суть игры проста берем в руки меч и устраиваем месилово ладно я думал это будет эпичней но помимо стандартного стартового меча в игре присутствуют и особенные мечи которые мы можем отыскать по всей карте так чему я это говорю про какой-то там place а к тому что именно с него началась вся эта папея с мечами в один прекрасный день шадлецкий предложил а что если взять и перейти мечи из игры в сам роблок чтобы каждый мог его купить в свой инвентарь и пользоваться во всех остальных плейсах и что все могли ими убивать друг друга так на свет 7 октября 2009 года появился первый меч под названием илюмина и да как и все мечи которые будут в этом видео он был лимитированным на продажу было выставлено 100 копий по 5000 робуксов за штуку вот так вот он выглядит в игре искрец такой обычным касанием мы снимаем по 10 хп рубящим 20 а колющим все 40 кстати он умеет обнаруживать невидимых игроков и вдобавок и если мы в прыжке сможем выполнить колющий удар то мы сможем попарить далее по хронологии вышел меч dark heart чтобы видео прям уж совсем не затянулось всю основную информацию о мечей я буду просто выводить вам на экран рубящим ударом он наносит 18 урона а колющим 36 но черный он неспроста он любит воровать хп приносении урона противнику мы будем исцеляться на 40 процентов то есть такой некий вампиризм смерть от этого меча тоже отличается и выглядит забавно гост волкер вышел через год и стоил 12 тысяч робуксов но ожидание было не напрасно так как этот меч кардинально отличался от двух предыдущих во первых благодаря нему мы могли выше прыгать если просто держали его в ручках также у меча присутствует девять уровней скрытности повышать который мы можем убивая игроков и каждый следующий уровень делает владельца более прозрачным а меч более сильным короче копим кампушечку и всех разваливаем потом еще через год вышел веном шанг за 5000 робуксов и он тоже был довольно любопытен как я думаю по цвету вы уже догадались что он делает с противниками да он их отравляет снимая по 8 хп от максимально здоровья врага наносит же он 5 единиц урона за касание 10 за рубящий и 20 единиц урона за колющий удар в пятый по счету меч который вышел через полгодика был вайн форс он снимает 10 хп от касания 18 хп рубящим и 36 полющим ударом его сильная сторона это то что он очень далеко откидывает противников уже через месяц вышел firebrand за 20 тысяч робуксов снимает по 10 урона при контакте 12 рубящим и 25 полющим его уникальная черта заключается в том что он не дает своему владельцу замерзнуть если тот будет атакован следующим мечом ice dagger вышел через пару месяцев и стоил 25 тысяч робуксов этот меч хоть мал да удал потому что можно сказать убивает моментально замораживая своих противников имбище если быть честным но законтрить его можно предыдущим мечом так что не все потеряно ну и последний меч в этой линейке вышел через год в 2013 году 2 августа linked sword сожалению он самый скучный и не имеет никаких отличительных черт кроме как его цена которая отсылается на айдишник оригинального плейса шадлецкого 47 324 вот такие вот мечи мы только что увидели из лейки sword fights on the heights но я понимаю что вам этого может показаться мало и поэтому сейчас мы узнаем про еще одну не менее интересную линейку мечей под названием пириа стран данная серия состоит из футуристических цветовых мечей различных цветов думаю говорить что создатели вдохновлялись звездными войнами не надо все эти мечи имеет общую описательную фразу которая начинается с меч который люди используют чтобы сражаться с статьями вашего существа в космосе давайте же скорее взглянем на них в 2012 году 3 марта самым первым мечом в этой линейке вышел гримгольд периаструм бета по цене в 2000 робуксов судя по описанию он предназначен для борьбы с медведями как я понял все периастры убивают с первого раза но их фишка заключается в уникальных способностях которые можно активировать на различные кнопки к примеру у данного оранжевого меча есть обилка на кнопку q который называется сонар она испускает волну и помещает ближайших противников также если мы сделаем двойной клик то выполним рывок в ту сторону в которую кликали чар трейджер перри астрон гамма при двойном нажатии вместо прыжка испускает лазер который опять же смертелен нажатия на q активирует гигантское зеленое силовое поле вокруг игрока она будет блокировать любые входящие снаряды и не позволит игрокам приблизиться к вам не на метр она просто будет забавно их отталкивать вдобавок это поле исцеляет своего владельца аметист перри астрон каппа на двойной клик мы опять же делаем рывок а на кью мы уже вызываем огромный аметистовый метеор который начинает лететь по небу прямиком к нам вдобавок ко всему этому время суток на сервере меняется с дня на ночь если мы в это время прожмем кнопку е то наши противнику испытают настоящий армагеддон эйжур пири астрон альфа при двойном нажатии мы опять будем делать рывок при кликании на е мы уберем наш меч за спину с очень крутым звуком в таком состоянии мы будем неуязвимы если нам попытаться нанести урон то наш персонаж автоматически убьет обидчика на кнопку q мы выставим меч вперед и начнем крутить его перед собой увеличивая свою скорость и нанося опять же урон ну а что это за такой символ интересный кримсон перри астрон му при нажатии на кью мы вызываем 5 столбов света которые будут кружиться в красивом танце и убивать всех врагов которые окажутся поблизости айвори перри астрон нажав на е мы создадим свой призрак который будет стать в этой точке бесконечно потом к нему можно будет телепортироваться снова нажав на е на кьюшечку мы запустим звездопад который будет дамажить и слепить всех атакованных нуар перри астрон пси нажатие на кью приведет к тому что весь мир погрузится во тьму однако место где пользователь активировала билку все равно будет излучаться светом после активации игрок становится невидимым и получает прилив скорости данная билка позволяет вам удобно свалить из драки болин вот бы такую реальной жизни ну напоследок остался самый крутой меч который называется rainbow перри астрон омега когда мы просто держим ее в руках то вокруг нас появляются в случайном месте красные лазеры которые мы могли заметить при использовании красного меча при нажатии на кью начинается просто какое-то аниме только взгляните на это но это не все при нажатии на ар под нами заспавнится камень на котором мы сможем высоко подпрыгнуть на е мы заспавним возле себя небольшой щит как это было с зеленым мечом она x возле нас появится черная дыра которая будет притягиваться от других игроков воистину самый сильный меч среди всех предыдущих также можно выделить сезонные перри астры которые привязаны к определенным праздником к примеру существует фестив перри астрон че на кью мы превратимся в огромный на вагоне шар и сможем кататься с большущей скоростью если мы в таком виде врежемся в игрока то он умрет а его тело приливнет к шарику и проиграется звук санты клауна джой фул перри астрон эпсилон позволяет своему владельцу быстро бегать и при контакте с другими игроками превращает их в на кнопку q мы разбрасываем вокруг себя несколько загадочных яиц при прикосновении с которыми они либо взорвутся либо выдадут какую-нибудь вещь ну и наконец-то последний меч на сегодня фол перри астрон кси это такой осенний меч и поэтому на нас постоянно будут сыпаться листочки но это так для красоты единственное же его отличие от всех остальных это то что на кнопку q мы будем крутиться как ураган и наносить остальным урон и это еще далеко не все что я мог вам рассказать про различные интересные джиры в роблоксе примеру я не рассказал вам про то что перри астры могут сочетаться между собой и можно делать с ними разные камбухи но если бы я и про это рассказал то видео точно затянулось бы вообще на час надеюсь вам понравилось данное видео и вы напишите свое мнение о данных предметах в комментариях и расскажите хотели бы вы заиметь себе такой любопытный меч в свой инвентарь кого я обманываю конечно хотели бы ну а я хотел упорить всех замечательных подписчиков на бусти которые поддержали мне копеечкой и взамен получили много различных плюшек ссылка на бусти будет в описании отдельную благодарность я хочу выразить тем бустером которые поддержали меня больше всего а именно hollow the king of legends renver rendu 3883 физа андрею скомскому коляну и макс максиму их студии без вас выход данного видоса был бы невозможным спасибо вам огромное но я хочу напомнить вам про war thunder ведь эта игра очень крутая и невероятно динамичная советую прямо от себя обязательно качать ее себе по ссылке в описании а с вами был тимаука до скорой встречи всем пока пока удачи